Здравствуйте! В эфире новости первого Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем только о главном. Более 40 полицейских сдали кровь, предназначенную для пострадавших в ДТП. За что пенсионерку выселяли из собственной квартиры, узнавал Николай Кровец. Слоны – наши друзья. Так называется международная программа, которую привезли в Караганду. Пенсионерка Людмила Анаприенко боится потерять собственную квартиру, которую приобрела 9 лет назад. На днях к ней приходили судебные исполнители и попросили освободить законные квадратные метры. В непростой ситуации попытался разобраться Николай Кровец. Заслуженный учитель страны Людмила Анаприенко не ожидала, что в старости станет переживать о том, что в любой момент окажется на улице. В 2004 году она купила квартиру в Пришахтинске, однако только недавно узнала о том, что эти квадратные метры были проданы прежним владельцам о поддельной доверенности. Два года квартира была пустая. Она заселялась случайными людьми, потом бомжами. Она была полностью разгромленная. Тут все, что можно было, вынесли. Ничего не было в квартире. Но Моисейцева по очень дешевой цене она купила, видимо, у них квартиру. А через год она продала мне эту квартиру. В своей новой квартире пенсионерка сделала ремонт. Шесть лет она жила спокойно. Однако потом стали поступать заявления из полиции. Людмилу Анаприенко предупредили, что она незаконно занимает жилье. Это было уголовное дело. Там, кстати, оно два года не расследуется. Там виновница продажи была Музеева, Наталья Ивановна, родственница. Между прочим, истцы продавали, кто квартиру, они между собой родственники. И дело на нем не расследуется. А получается, что крайней в этой печальной истории оказалась я. На днях судебные исполнители пришли к Людмиле Алексеевне, чтобы выселить ее из квартиры. Вынесли всю мебель. Даже животным некуда было спрятаться. Они все вышвыривали. Во-первых, у меня вся почти кухонная мебель. Она и так была не в первой свежести. Все разломали. И сиденья там. И самое главное, обидно. Весь месячный запас моих сыпучих продуктов. Все уничтожили. По словам адвоката пенсионерки Николая Малюшенко, уже целый год идут судебные разбирательства. Но толку пока нет. Естественно, за это время были неоднократные обращения и в прокуратуру района, и в прокуратуру области. Вроде бы постановление незаконное о приостановлении производства по уголовному делу отменяют, но дело в суд никто не направляет. Спросите, почему, скажу. Дело в том, что обе фигурантки уголовного дела ранее работали в Кировском отделе полиции. На момент выхода с ней присутствовал взыскатель Нестерова, где прошли обоюдное соглашение гражданки Нестерова в связи с подачей еще одной надзорной жалобы. О том, что они просили приостановить это производство. Они прошли обоюдное соглашение, в связи с чем поступило заявление встречное от гражданки Нестерова о том, что она просит возвратить исполнительное производство. И мы ей вернули, исполнительный документ. Мы ей вернули, и, получается, со стороны судья исполнителя никаких действий по выселению не было. В один день прибежали и на ночь глядя начали выселять мою доверительницу. Переломали мебель, разбили посуду и считают, что они правы. Между тем пожилая женщина со слезами на глазах рассказывает, что много лет назад учила детей в школе быть справедливыми и честными. А теперь оказалось, что и самой надо искать эту самую справедливость. Николай Кровецкий, Рад Рашитов, Первый Карагандинский. Более 40 полицейских сдали кровь, предназначенную для пострадавших в ДТП. В канун Всемирного дня памяти жертв дорожного движения в Караганде прошла акция «Неделя безопасности дорожного движения». 15 литров крови сдали сотрудники полиции для пострадавших в дорожных происшествиях. Подробнее в репортаже Алина Акбаева. Каждый день в регионе страдают от дорожных аварий 3-4 человека. В Карагандинской области в этом году произошло 857 дорожных происшествий, при которых 204 человека погибло и более тысячи травмировано. Цель акции – привлечь внимание общественности к последствиям дорожных аварий, объявить о необходимости оказания помощи жертвам ДТП и призвать участников к соблюдению правил дорожного движения. В акции приняли участие более 40 человек. Эта акция проводится не первый год. Сотрудники полиции являются активными участниками акции, добровольными донорами. Сотрудники полиции предпринимают меры для стабилизации аварийности. В этом году у стражи порядка было выявлено и пресечено более 74 тысяч нарушений правил дорожного движения. Кроме того, много делается для улучшения организации дорожного движения. Отремонтировано большинство дорог города Караганды, нанесена разметка, установлены новые дорожные знаки и указатели. Любое нарушение правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям. Хотелось бы, чтобы родители наших маленьких детей, чтобы тоже занялись изучением правил дорожного движения. Надо объяснять детям, как переходить в проезжую часть. Водителям тоже хотелось бы обратиться, чтобы пристегли с ремнями безопасности для их же безопасности. Также не допущение правил дорожного движения. Алина Акбаева, Бахтияр Спанов, 1-й Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00 К другим новостям. Слоны – наши друзья. Так называется международная программа, которую привезли в Караганду артисты цирков Казахстана, Германии, Польши, Африки, России. Больше всех зрителей покорили Магда и Джейми – индийские слоны. Чем еще интересны гастроли международного цирка, расскажет Сергей Высокосов. Собрать цирковую программу воедино – дело непростое. Задумал и организовал гастроли международного цирка Александр Попов. А вот постановку осуществил известный режиссер, сам в прошлом воздушный гимнаст Виль Головко. Он – давний друг Казахстана. Участвовал в создании казахского цирка. «Земля чудес», программа, которую он поставил вместе с Толгатом Сулейменовым, стала долгожительницей и более 20 лет радовала зрителей не только Казахстана, но и многих стран мира. Каждое представление он внимательно просматривает, причем занимает место задолго до начала. А цирк занимается тем, что он воспитывает вот с детское поколение. Видите, сколько детей сегодня в цирке. А эти дети начнут взрослеть, эти дети начнут учиться. И вот какое добро внесет цирк этим детям, настолько они в будущем и будут молодое поколение. Пора. Таинство начинается. Держать зрителя в напряжении в течение более двух часов – задача не из легких. Но и артисты подобрались как на подбор. Ритм задали африканские гимнасты-прыгуны. Как теннисные шарики они скакали по сцене, выстраивая неимоверные композиции из кульбитов и фигур. Подвергали себя риску получить ожоги, чем и вызвали аплодисменты зала. Эквилибр со стульями. Когда вкручиваешь лампочку с обыкновенного стула, и то отчаянно балансируешь, чтобы не упасть. А тут целая пирамида из стульев, ничем не скрепленных. А наверху маленькая женщина, и все это проделывает без страховки. Восторги на каждом шагу. И стар, и млад все с замиранием сердца следили за воздушными гимнастами. Танец в полете. Такое не приснится даже, когда летаешь во сне. Но доминантой во всем представлении стали животные. Пони, лошади, собаки, страус, попугай и милые сердцу обезьянки вытворяли с чувством зрителей что-то невообразимое. Как это возможно сделать, мы решили узнать за кулисами. Первым нам попался четырехлетний шимпанзе Боба. Ему и вопрос. Ну как, зрители, Боба? Я думаю, перевод не нужен. С Владимиром Пахомовым, дрессировщиком, мы поговорили более подробно. В нашей программе участвуют шимпанзе, леопарды, страус, попугаи, собаки 18 пород, что еще, пони. А Боба вносит коррективы. Мол, я один всех стою. А что, леопарды плохо выступают? Вы видели трюк, наверное, когда леопард поднимается под купол цирка. Мы просто натянули канаты, леопард играл, играл. Ему нравится просто. Никаких секретов тут нет. Вот так и находят общий язык звери со своими хозяевами. Но это за кулисами. На арене все по-другому. Здесь все работают. Но выступление слонов работой, ну, никак нельзя назвать. Полное понимание у этих махин даже взгляда дрессировщика. Абсолютное понимание. Вот он, апофеоз, апогей, кульминация циркового представления. На арене слоны Магда и Джемми, человек, который с ними сотрудничает, и зрители, застывшие в немом изумлении. Величественно и грациозно, с чувством собственного достоинства, пара великанов выполняют свои трюки. Они уже объехали полмира, не так давно вернулись из Японии. Может, поэтому у них такие азиатские глаза. Как ни странно, зрители не кидаются сразу к вешалкам после выступления Магды и Джемми. Надо осознать, что увидели. Но оценка у всех одна. Очень интересное представление, очень замечательное. Слоны, прям чудо. Какие слоны? Слоники? Ну, мне понравились слоны. А еще? Еще мне понравились акробаты. Понравились слоны. Это вообще неописуемо. Когда представление заканчивается, магия цирка остается с нами. И нам вновь и вновь хочется прийти сюда и вновь увидеть чудо. Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Дворцу культуры горняков исполнилось 60 лет. День рождения одного из первых построенных зданий Караганды прошел в кругу творческих коллективов, которые на протяжении не одного десятка лет существуют во Дворце культуры. Амина Смакова подробнее. Танцы, песни творческих коллективов – это подарок любимому ДК. В самом начале образования этого культурного места на его сцене и за кулисами фантазии исполнителей и просто талантливых самодеятелей било ключом. И по сей день бьет. К примеру, этот хор ветеранов войны и труда вдохновения был образован 44 года назад. На праздник Дворца культуры горняков творческий состав вдохновения пришел не с пустыми руками, а со своей программой. Многие кружки были образованы около 40 лет назад. Состав, репертуар может меняться, но не название. Ну вот, название нашего хора осталось. Он был организован по примеру ленинградцев и был назван хором ветеранов войны и труда вдохновения. Это название мы и сохраняем. Помимо танцоров, народных танцев, художников пришли поздравить дворец с его праздником и известные певцы казахстанской эстрады. А сегодня на дне рождения Дворца культуры горняков я буду петь две свои песни, которые называются «Небо горько плачет» и «Улыбается Караганда». Зрители тоже не забыли в этот день про всеми любимый дом творчества. На свой день рождения ДК собрал полный зал гостей. Все просто наслаждались праздничной атмосферой и концертной программой. Как не любить дом, в котором тебя встречают, тебя любят и тебя уважают. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Экспо-2017. Перспективы развития Казахстана в новом десятилетии. Под таким названием прошел дебатный турнир. За Кубок Акима-Горды соревновались более ста человек. Это студенты ведущих вузов, колледжей и учащихся в общеобразовательных школах. Здесь участники убеждали фактами и выделяли слабые места противника. О том, какие команды одержали победу, расскажет наш корреспондент Алина Акбаева. Турнир проводился по американскому дебатному формату в трех лигах. На государственном, русском и английском языках. Синагбанковского колледжа в профессиональных спорах приняли участие 30 команд с казахской лиги, 20 с русской и 10 с английской лиги. По словам организаторов, дебаты помогают в развитии критического мышления, поиску новых идей, а также интеллектуально развивают молодежь. Основная цель любого дебатного движения – это развитие критического мышления, аналитических способностей. То есть, помимо самого учебного процесса, ребята приобретают дополнительные знания в области эгономики, политики, в целом различных сферах. Одним из участников был Альдиар Мамиров. Студент второго курса Карагандинского университета Букетова уже на протяжении двух лет участвует в подобных турнирах и всегда занимает призовые места. Кроме того, он увлекается шахматами и имеет первый разряд. По словам активного студента, главное в дебатных турнирах, так же, как и в шахматной игре, продумать стратегию и тактику. Общие дебаты, они развивают речь и, соответственно, помогают мне самореализовываться, самосовершенствоваться. И в целом это помогает по учебе, поскольку я более свободно могу выражать свои мысли и оценивать свои знания и применять их в разных отраслях знаний. А вот Маргарита Шмидт, ученица Назарбаевской интеллектуальной школы, одна из самых молодых участниц. Ей всего 16 лет. Но, несмотря на это, активная школьница уже не новичок в дебатном турнире. Она уже успела поучаствовать в турнире студенческой лиги в городе Астане. Я хочу, во-первых, показать себя, то, что я знаю, то, что я могу. Я хочу развить свои раторские способности, как бы поднять их более на высокий уровень, чем они стоят сейчас. Победителями в русской лиге стала команда «Искоргу» «Самидар». Второе место заняла команда «2 плюс 2 равно 5» с Назарбаевской интеллектуальной школы. А третье место было присуждено команде «Константа» «Искоргу». Лучшим спикером по итогам турнира стал Олег Тео «Искоргу». Победителями вручили почетные кубки, а также ценные призы – планшеты, фоторамки, DVD-проигрыватели. Кроме того, всех участников наградили благодарственными грамотами. Алина Акбаева, Лжас Габасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. В рамках третьего направления программы «Занятость-2020» по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения 160 семей из районов области переехали в реконструированные дома в Тимиртау. Для реализации проекта в этом году из-за республиканского бюджета выделили более 15 миллионов тенге. Продолжит Алина Акбаева. Для переселенцев из Карагандинской области были выделены три дома. Здания реконструированы за счет республиканского бюджета. Жилье получили 494 человека из Актагайского, Асакаровского, Каркаралинского и других районов области. Кроме того, были трудоустроены более 200 человек. Эти квартиры люди получили как арендное жилье с дальнейшей приватизацией по стечению пяти лет. Это трудоустройство участников программы через переобучение в рамках потребностей работодателя. На программу Дорожная карта занятости 2020 в городе Тимиртау выделены 15,6 миллионов тенге, которые успешно осваиваются. Дорожная карта занятости 2020 способствует снижению уровня безработицы в городе Тимиртау. После окончания социальных работ все участники были трудоустроены на постоянные рабочие места. Также 40 человек успешно прошли полугодовую молодежную практику в Тимиртау и трудоустроились. Сумма финансирования проекта составила около 7 миллиардов тенге. Размер субсидий в месяц для оплаты участников молодежной практики составляет более 29 тысяч тенге с учетом налогов и обязательных социальных отчислений. Очень приятно было, что мы смогли выпускников трудоустраивать у себя. И самое главное, что сегодня с гордостью могу сказать, из 100%, которые у нас прошли в молодежную практику, 70% у нас трудоустроены. И оставшиеся 30% мы стараемся направлять на другие места трудоустройства, которые в процессе работы им понравились, либо ими заинтересовались люди. Алина Акбаева, Карат Рашитов, Бахтияр Распанов, 1-й Карагандинский. Компания Караганды-Су доводит до сведения потребителей поселка Актас. 20 ноября 2013 года в связи с вводом в эксплуатацию магистрального водопровода будет прекращена подача питьевой воды. Рекомендуется жителям поселка иметь двухсуточный запас воды. На минувших выходных в Караганде прошел республиканский турнир по пауэрлифтингу. Более ста тяжелоатлетов взялись за тяжелые штанги, дабы забрать главные призы. Подробнее в следующем сюжете. В зале жарковато. Пауэрлифтеры, стараясь доказать себе и всему миру, что простому человеку подвластны любые тяжести. Хватались, казалось бы, за самые неподъемные штанги. Пауэрлифтинг, становая тяга и жим лежа. Вот три категории, по которым спортсмены должны были показать все, на что они способны. Вес штанг шел от 100 килограмм и выше. Удивительно, что в сегодняшнем соревновании наряду вместе с мужчинами поднимают тяжелую штангу хрупкие милые девушки, такие как я. Пресс! Давай, 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 давай! Это непростые спортсменки-любители, которые поднимают от силы 50 килограмм. Как и мужчины, слабая половина человечества боролась за самые тяжелые штанги. Причем одна из штангисток отличилась. В железной битве установлен новый мировой рекорд. И это дело не мужских рук, а хрупкой девушки Марианны Гаспарян. Тяжелая атлетка подняла 100 килограмм. Пресс! Жми, жми, жми! Молодец! Так! Новый мировой рекорд 100 килограммов! 24-летняя тяжелая атлетка как раз накануне вернулась из Праги, где взяла мировой рекорд по пауэрлифтингу, в общей сумме подняв 437 килограмм. Марианна начала заниматься штангами всего 10 месяцев назад, поначалу поднимая 60-70 килограмм. Но результаты стали расти. Несмотря на такой успех и завидную силу, девушка нисколько не удивляется. Нет, я очень мало занимаюсь, очень мало тренируюсь. Вообще три раза в неделю всего по 15-20 минут мои тренировки длятся. Как-то, ну, сами не поймем, как вот так силы растут. Неудивительно, что в таком тяжелом спорте возникают семейные спортивные династии. Команда «Ястреб» из Алматинской области. Главный тренер, глава семейства Сергей Пономарев год назад начал тренировать свою жену и 15-летнюю дочь. Результат налицо. Супруга с легкостью поднимает более 130 килограмм, а дочь – 90. Мы спортом уже давно занимаемся. Пауэрлифтингом не занимались никогда. Просто заметил, что силовые возможности моей команды очень сильные. Мы решили готовиться. Где-то год назад начал готовить Мариану Гаспарян. Где-то 11-10 месяцев назад достигли хороших успехов сразу с ней. Благодаря, наверное, тому, что она очень сильная девушка. Ну, затем заметил также, что у супруга, дочь. И вот так получилось, что решили себя попробовать. Супруги, помимо дочери, имеют еще троих детей. Тяжелые штанги не мешают спокойно рожать и заниматься домашними хлопотами, рассказывает женщина. Более того, будучи беременной, до 6 месяцев спортсменка занималась тренировками, поднимая штанги весом в 50 килограмм. Детей рожают. Дети рожают. Я даже не помню, как. Потому что все длится 10 минут от силы. В последнюю беременность я вернулась домой после тренировки, оттренировала группу свою и сразу же уехала в роддом. Все. И через 10 дней уже вышла на работу. Дочь спортсменов не стремится посвятить пауэрлифтингу всю свою жизнь. Девушка имеет на него другие планы. Ну, я не знаю, вот когда сильно большие женщины, это я не одобряю такое. Я сама не хочу. Я чисто на силу, чтобы быть с виду как женщина, но очень сильной. Я вот к этому стремлюсь. Призы на турнире солидные, поэтому и мужчины, и женщины с энтузиазмом, не взяв вес один раз, тут же принимали за второй и третий. Помимо кубков, сертификатов и грамот, в качестве премии прилагались денежные призы. Если атлетов не менее 6 человек, то мы как бы дарим призовые фонды 100 долларов. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Alugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости первого Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»